Я начал запись, и проект ещё загружается, но запись я уже начал, но проект загружается. О, нет. О, нет. Чё? О, нет. Это я поддакиваю, это я тебя поддакиваю так. Чё ты мне поддакиваешь, словом нет? Ну типа, о, нет, о, ужас. А, окей. Ну типа, типа, загрузилось, а не загрузилось. И видео ты уже начал, и всё, и что же делать в такой ситуации? Блядь, окей. Да, проект всё ещё загружается. Я очень надеюсь, что Аблитон не... ой, он уже не отвечает. Всё, всё прекрасно. Я всё ещё... ну в прошлый раз мы нормально 40 минут попиздели, а он отвис. Мы можем ещё сейчас 2 часа потратить на пиздёж. Ну да, не, мы начали тогда говорить про сон, как бы, короче, Аблитон так заебал, что... Да, про сон, про сон. Я в прошлый раз рассказал, что я просыпаюсь в последней ночи, у меня картинка увеличенная. Пиздец, да, я из этого жутко пугался, и потом уснуть не мог. А сейчас меня ничего не пугает, потому что, во-первых, в темноте очень прикольно спать, потому что она как-то очень поглощает. О, слушай, реально надо про сон говорить, она сразу, секунд за 20 отвисает. А здесь я тоже буду всё держать от мастери, ну, потому что... Потому что... Потому что... Здесь тоже у нас, типа, два компрессора на мастере. Я сейчас вообще перестал делать компрессию на мастере, чтобы динамику не забирать. Но я всё равно всю динамику забираю. О, с 3, кстати. Нормально тогда. Не, ну, это нормальная ситуация, если у тебя, в целом, до этого был микс... Ну, в смысле, тихий относительно. Нет, блин, что ещё хотелось спросить. Ты, в целом... То есть у тебя вот эти все треки, они отдельные. То есть у тебя не было такого, что ты мастерил всё, сравнивал друг с другом, чтобы подгонял друг по другу. То есть как-то вот просто... Оно у меня всё уже отрывало, афсах. Оно подогналось у тебя естественным образом, да? Да-да, ну, вроде, я не знаю, если... Как вообще по ощущениям оно звучит, достаточно однородно в плане. Нет, то есть по ощущениям, как будто будет всё цельное. Всё цельное, как будто... Всё, это охуенно, потому что я это специально не делал. Единственное, что я мастерил за пределами проекта, это Warzone. Но не просто потому, что там проблемы были, о которых я расскажу. Если буду рассказывать про Warzone, там какая-то ебанутая затяжка была. Мне нужно было этот клич повесить, чтобы он в правильные места попадал. Так, смотри. Чё у нас? О, мне ещё сейчас треки придётся размораживать. Прикольно. Или не придётся? Не знаю, сейчас посмотрим. Не придётся. Короче, у нас же здесь идёт переход из... 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 Во-первых, хочу рассказать про этот звук, которым... А, слушай, слушай, секунду, секунду, я забыл самую важную вещь рассказать. Ты тут? Ты слушаешь, да? Да-да-да. Короче, важный прикол в том, что, во-первых, у меня все треки чем-то вдохновлены из чёртской пиржины. Но тут конкретно трек — это шутаут тебе и Андрею, потому что он частично был вдохновлён треком «Ты изнасилован». То есть в нём идут, похоже, вайбы такой... Апокалипсиса какого-то. Ну, наверное, можно так сказать, да. Он был немножко вдохновлён ещё ремиксом «Пертурбатор» и немножко вашим, поэтому к вам это тоже относится. В общем, интересный звук у меня тут получился. Это тот же ритмический, та же ритмическая хуйня, которая была в прошлом треке, но с небольшими поправками, из-за которых он звучит совершенно по-другому. То есть сейчас ты можешь услышать это, но на нём висит бит-крашер. Поэтому это всё звучит вот так вот. Не бит-крашер хуйня фиг дает. Да, он здесь прямо делает то, что надо. Плюс повышение пича в конце каждого квадрата. При этом это в треке незаметно, но это добавляет такой размазанности дитюна всему происходящему. Плюс здесь очень много женского вокала. Я, наверное, буду всё размораживать, чтобы было понятно. А это 6, это контакт, да? Это контакт, это опять же output. Это output иксэйл. Спасибо, Мирош, за то, что рассказал про неё, блядь, замечательную штуку. С этим, блядь... Короче, с громкостью, которая волнами такими идёт. Ну и плюс фильтры и так далее, эквализация, чтобы она не сильно лезла больше. То есть такой постоянный вокальный амбиенс, который присутствует в течение всей первой части, частично во второй части. Вот. Ну, всякие эффекты. Ну, эффекты достаточно скучно, поэтому я на них не буду соострять внимание. Всё те же крэши, которые я ещё до этого использовал. Точно такие же ничем не отличаются. Что здесь... О чём здесь действительно интересно сейчас будет рассказывать, это... Про гитарку. Потому что, мне кажется, она достаточно интересно вышла. Только не про эту, потому что... Вот это, кстати, опять же, та же псевдогитара из Контакта. Ой, не из Контакта, а из Зебры, да. А вот эта гитара, это псевдопсевдогитара, то есть это эсэмплы уже гитары. И она достаточно интересно звучит. Сейчас буду показывать, как я её делал. Короче, во-первых, она выходит из фильтра. Вот, и она подверглась большому количеству обработок. Сейчас буду показывать. При этом есть та же обработка на миди уровне. Сейчас объясню, почему. Короче, звучит всё изначально вот так вот. Во-первых, из-за того, что... Сейчас. Слышишь, такой неприятный цифровой эффект повторения эсэмплов постоянно идёт. Как будто компьютерная ошибка, а не как будто на настоящей гитаре играешь. Есть такое, да? Ну, да, да. Но он не сильно заметен, но всё-таки уши режет. Для этого я сделал хуйню, которая добавляет рандомизации в велосисти. И у тебя постоянно на каждую ноту приходится разное велосисти. Вот. После чего у нас идёт из-за того винила, который переводит её в моно. Изначально гитару, которая идёт стерео, то есть с даблом. То есть у нас фактически здесь две гитары. Она переводит её в моно и добавляет... Ну, просто убирает верхов-внизов. Добавляет такой... Мягкости. А, мягкости плюс очень важно ещё вот этот варп эффект. То есть изменение скорости. Ой, ну не скорости, а питча. Вот. Он модуляции маленько даёт. Да, у нас питч плавает, что опять же добавляет очень такой... Красоты, я бы сказал бы. Потому что я просто обожаю этот эффект. Так, но запись идёт. На запись идёт уже целых 10 минут. Потом добавлял-ка опять верхов. Потом какая-то эквализация. Убрал какие-то неприятно шумящие хуйни. Потом фильтр это скучно. И потом дилей. Ну и в принципе... Так у нас получается звук вот этот гитарный. Вот. Изначально её вообще не было. Изначально всё звучало вот так. Вот. Здесь у нас играет... Псевт-гитара. Та же самая, что и в тот раз. Я думаю, как это заметно, что у неё есть такой цифровой привкус, от которого слышно, что это не настоящая гитара. Плюс она сыграет... В этом-то весь прикол, мне кажется, что она... Да, это естественно. Она не слышит как-то. Плюс у нас этот бас из атаки тоже. Ту самую бас, который вначале играет. Это он же. И он отлично... Такой резвости что-нибудь добавляет. Я бы сказал бы. Угу. Вот. И вичушь, соответственно, потому что... Ну, ты понимаешь, я думаю, почему. Потому что... Ну, как вичушный бас звучит. У нас достаточно интересный барабан, который мне всё ещё не нравится. По сведению всё ещё кажется мягкими. И что у нас тут? У нас тут... У нас тут целых два кика. Сейчас будем смотреть, что у нас тут вообще за ситуация. Целых два кика с обработками. У нас есть вот этот кик. То есть, какие-то... Какой-то EDM из CIMATICS. Что-то там. Если посмотреть даже. Да, это... Ну, чисто там для трэпа, для фьючбейса сделанный. И есть трансравлейбный кик. Из-за его пространства. Из-за его вот этого акустического звучания. Далее трензиент, который добавляет атаки и убавляет всё состояние. Далее аллой, который... В котором тоже трензиент используется. Эквализация. Зачем-то. Потом добавляется саб. Ну да, наверное, заметно то, что он чуть-чуть посоветие становится за счёт саба. И... Клиппер. Который обрезает фики, чтобы он не выходил за ноль. После чего идет очень прикольный снаир, который я считаю просто офигенным вышел в этом треке. Потому что он такой типа... Это прикольный сэмпл снаиры. Щас. Которого я, ко всему прочему, поднял полностью сустейн, чтобы вот эта реверберация, которая в нём уже есть, она... Подняла цепь. Да, я думаю, ты сам поднимаешь ход моих мыслей. И... Что ещё важно, вот эти вот чайные или что это. Которые тоже очень важную роль в треке играют. Хорошо, я уже показал с ним ничего интересного. А, что ещё очень интересное, что я едва раскрылась в этом треке, и что никто не заметил, потому что мне было лень доделать, чтобы это нормально звучало. Это Шепард Тона. Тон Шепард. Знаешь, что это такое? Да, да. Вот. И он типа такой тут. Ну, он немножко не бесшовным вышел, поэтому... Да. А ты сам его пытался сделать, да? Да, естественно, я сам его делал. Ну, можно было немножко ещё посетить, но так далее. Но он, в принципе, неплохо справлялся с вот этим постоянным... Постоянным ощущением... На расстане. Да, да. Поэтому я решил, ну... Ну, и хуй с ним. Пусть будет таким, как он есть. Тут у нас ничего. Оттуда у нас пока что ничего. Эффекты тоже ничего интересного. Добавляется ещё один женский голос. Как-то у нас... Меняется. Ну, типа у нас, видишь, первый квадрат и второй квадрат. Они типа... Играют на одной ноте, бас на одной ноте, гитара на одной ноте и так далее. Здесь просто прям моментная такая долбёжка, которая никак не меняется. Потом у нас вдруг всё меняется... Меняется бас, меняется гитара... Вот. Которая как раз появляется и ровно в тех моментах, когда... Прекращается однообразие и начинается смена нот. Вот. Чё у нас там? У нас прикол с басом происходит, то, что бас... Такой типа... Щас. Стоп. А, всё, вот тут. Вот так вот. Далее во второй части добавляется хэта на семье. Про них ничего интересного сказать не могу. Это какая-то даже не обработанная никак. Вот в этом моменте мне вот этот момент очень нравится. Сейчас. Здесь возникает такой вайб. Ты еще тут не уснул? Здесь такой вайб взрыва и взлета возникает за счет того, что пропадает ударка. Поднимается нота на басу. То есть он на слишком высокой октаве для баса играет. Вот. Ну, соответственно, появляется такой эффект взлета. Плюс за счет гонга, который не очень хорошо слышен, но все-таки играет свою роль. И... Чего еще? И хлопка в области эффектов. Сейчас. Вот. Я думаю, ты слышишь. Так. Вот. Ну и дальше вступает снаир. То есть у нас такой просто маленький такой полет с приземлением. После чего начинается такая тяжелая ебошиловая часть. То есть... Все. Кстати, в тот же Endless Smile уходит. Это все тот же бас. А, это... Ну, да, это, короче, вот этот вот такой дорк-синтовый бас. Плюс... Вот эта вот гитара все еще псевдогитара. Но с фильтром. Сейчас чего? Она звучит, как замьюченная гитара. Ну, и плюс лид-гитара, которая тоже там еще наиграет. Вот. И в течение всего этого момента ничего не происходит, кроме того, что... Опять же, то, что я говорил, что ты делаешь вот эту вот взрывную часть на вторую долю, а не на первую. То есть на следующую. Угу. Сейчас. В общем, теперь весь взрыв приходится на снейр. Дальше эта игра будет и начинается очень интересно. Я не знаю, кто заметил ли кто или нет. Но поскольку у нас люди быдлы, шучу, никто не быдло. Но, правда, многие люди не знают это замечательное произведение. Это вообще... Вот тут играется референс к очень старому грегорианскому хоралу. То есть... Типа... Был... И есть сейчас... Крегорианский хорал, который называется «Ди из Ира, Ди из Илла». Который играет такую мелодию, только в другой тональности. Потому что здесь я, естественно, сделал ту тональность, которая мне нужна в этом треке. Вот. И звучит он так. Ну, а потом, поскольку ни у кого нет авторских прав на то, что было написано пару тысяч лет назад... На самом деле, не пару тысяч, наверное. Ну, либо тысячи, либо пятьсот лет назад. Я это спокойно себя заюзал. Чтобы все поняли, какой у меня пиздатор референс. Плюс, я понял, что играть за одним лидом достаточно скучно. Поэтому я все-таки наложил хор из контакта на него. Звучит, кстати, так себе. Но поскольку он... Всовывается глубоко в микс. Все его проблемы не особо замечаются. Поэтому я его таким оставил. Я даже не вижу смысла размораживать. Потому что это просто лакрим... Да, это лакримоза. От 8-Gio. Если кому интересно, тот может... Скачать себе. Что еще? У нас тут появляется прикольный такой гроулищий бас. Закрученный через контакт. Причем у этого баса срезан... Срезан вниз. Ой, срезан вверх, блядь. Что я говорю? У этого баса срезан вверх, потому что... Чтобы было место под мелодию и под все, что тут играет. Блядь, сейчас. Чтобы было место под мелодию. А здесь у нас мелодии нет. И, соответственно, можно вывести вот этот бас, вот это выпадение на первый план. Чтобы интересно звучало. Поэтому здесь есть вот такая полка. А здесь уже нету. Просто две каких-то вейв-тейбла из... Из серума, которые... Постоянно меняются. Вот, собственно. Больше ничего здесь интересного не происходит. Здесь тоже какая-то вариация этой мелодии. Я тебе могу, в принципе, потом ссылку на это кинуть. Просто послушал, о чем я. Очень прикольная штука. Какие-то райзеры и прочая хуйня. И все дальше кончается. А, здесь еще какой-то пэдик прикольный появляется. Пэдик. Пэдик. После чего у нас случается переход в оркестр, который ещё сопровождается очень прикольным эффектом такого очень толкопадающего шума Вот, то есть он в течение четырёх квадратов падает. И всё это переходит в оркестр Вот здесь играется какая-то просто мелодия. К мелодии вступает. При этом нет какого-то чёткого деления на секции, потому что это такая библиотека странная, там короче не на секции делится, а высокие, средние и низкие скрипки Ну не скрипки, а странные. Вот. И я просто постарался сделать так, чтобы ещё происходила какая-то перекличка баса и... ну не баса, а основной мелодии, то есть... Я думаю, слышно, о чём я говорю. После чего вступает... ну это должно... оно должно играть как роль в ялоне челе, ну по сути это средние скрипки, то есть там может быть ещё альты играют А вот тут начинаются уже интересные вещи, потому что вот эта хуйня, она играет мелодию гитары из вот этой вот второй части Второй части, первой части короче вот, второй вариации первой части, она короче играет вот эту вот мелодию Кажется я услышал, кажется я понял Угу, то есть... Блин, сейчас я уже потерял... Мне кажется где-то здесь, да, ага Короче, да, ну здесь не особо видно Вот Я нахожу это очень интересным, потому что у нас ещё вступает реверберация, что кстати вот эта прикольная залипалова Это просто заресемпленный ревербератор из первой части Сейчас... так почему я его не слышу? А, потому что звук должен появиться Вот, соответственно, здесь мелодии совпадают, вот здесь просто гитары играют, а здесь та же мелодия, но на этой хуйне Плюс я ещё решил добавить фагот, потому что я... Потому что ты фагот, оу Да, я очень люблю, кстати, шутки на эту тему Это, наверное, самое интересное, что есть в классической музыке, это шутки про фагот И, может быть, там всякие приколы про каламбур с английским языком Так вот, я просто подумал Вообще-то, идея спижина из девятой симфонии Битковина, надеюсь, он не обидится Там был один из моментов, где играется инструментами Оду к радости Может кто-то слушал, может быть ты слушал даже И там поверх неё начинает играть фагот свою собственную мелодию И при этом так, что она вписывается в Оду к радости Я подумал, блин, а было бы прикольно сделать то же самое у себя, где у нас есть основная мелодия, которая типа играется И поверх неё играет фагот свою мелодию И поэтому у нас появляется фагот, который такой типа Вот И ещё интересно то, что она берёт всё и улетает к хуям Вендлес смайл Угу Вот так вот Угу Соответственно, дальше у нас играет Ambient Сделан из реверба того, что играла в первой части Плюс у нас в какой-то момент начинает ускоряться темп на аж целых 10 ударов в минуту Угу Угу Так Угу 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 В ноту Хотя я этого не специально, как я уже сказал, добивался Но Она типа услышала, что звучит приятно Поэтому Угу Угу Вот Вот. Вступает супер-пупер-пердящий ебашущий бас. Вступает супер-пупер-пердящий псевдогитар. Вступает сам Юджин Элит гитара из первой части. Потом все старые инструменты, ничего интересного не происходит. И добавляется прикольная мелодия, которая звучит как электрогитара. Не совсем как электрогитара, но есть с ней что-то такое, которое на самом деле это вообще Nexus. Nexus с комбиком, я подумал, что... Мне кажется, это... Так, стоп, блядь, я вообще то открыл. Я не то открыл. А, нам это не нужно, это фагот. Да, сейчас. Это, короче, Nexus с комбиком, который без эффектов звучит. Вот так вот. А, потом я его перевел в моно. Срезал басы. Добавил комбика металлического. Ага. Ну ладно, пусть подождем, когда он загрузится. Вдруг там какая-то важная информация будет. Ну, какой-то... Какой-то там пресет использовал. Ага. Вот этот вот. Есть эквализация. Есть клипер, чтобы... А, ну да, потому что появляются какие-то странные пики. Чтобы он далеко не вылезал. Есть эквализация, потому что, понятное дело, из-за того, что это, блядь, Nexus с ебучим... Биосом у нас появляется куча неприятных звуков, которые я пытался вырезать. И дилей. Ну вот. Далее меняется мелодия, потому что... Ну, это просто сначала играет однообразная мелодия, а потом я такое беру. И разнообразие ее предварительно спа... Разбавив это все трансгейтом. Ну и далее начинается полный разъеб. Ну, с чем, наверное, самое интересное, я тебе про что-то спрашивал. Это крики, афинцы и аркадия. Так, сейчас... Нихо есть, я на ревербераторе использовал компрессор, оказывается. Прикольно. Короче, есть какой-то короткий крик, типа... По-моему, это Серега. Я уже не помню ее... Похож на него, да. Сейчас, наверное, слышу, как он урет. Я его знаю. Да, хорошо. Да, все правильно. Это, короче, короткий Серега. А это... Растянутый Серега. Вот. Да, точно. Мне кажется, у Влада повыше, что ли, голос. И поэтому... Вот, соответственно, Серега у нас в основном на селе звучит. И сейчас это вот у нас остается вплоть до следующего квадрата. И он такой, типа... Ты, наверное, это имел в виду, кто говорил про смену чего-то там? Нет, я уже понял, что... А в руби, в контексте, как-то сейчас звучит? Сейчас. Понятно. Вот. В общем, все они вместе звучат. Да. Ну, и они изначально, скорее всего, по нотам распадались, поэтому идея как-то на ноте привел. Плюс у нас перегруз. Плюс ривер. В треке еще в этот момент происходит куча интересных фишек, которые мне окажутся интересными, потому что появляется еще один кик для бланспита. Этот кик сайдчейнится первым киком. Я, блин, вообще не... А, все. Я чуть-чуть понимаю, что-то происходит. Вот, чтобы у них... Блин, у них не происходил конфликт, чтобы у нас всегда оставался основной кик, но при этом был тот, который подмешан. Добавляются потом хеты. Кажется. Сейчас. Это вообще, как ты видишь, играют с тридцать вторыми. Потом все это сделано. Вся эта история ускоряется до... До такой степени. Вот. Присоединение к оригинальным чайным добавляется еще в какие-то... Еще в какие-то. Прямо еще больше всего было. Плюс у нас гонг еще добавляется из первой части. И еще... Здесь ничего не меняется с басами из прочих уни, потому что они просто начинают играть на одной ноте, но ориентирующая гитара, она играет не мьютом уже, а вот этими нотами, которые, я не знаю... Я, кстати, не знаю, какие они называются. Типа... Ну, как-то это в программе велосипедно полностью выручивает, что получается вот такое вот. Интересно. И они основной тон-треку создают. Это сквиллы какие-то, что ли, или что там, не знаю, может быть? Я не знаю. А как она без эффектов звучит? Звучит без... Ну, то есть... Чистая гитара. Какие-то флажолеты, что ли, вылезают? Или что-то такое гармония? Да, 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 есть такая. Вот... Да, если что, надо спрашивать. Ну, далее просто кончается такой разгруженной частью, которая на... Сыщена всякими свистоперделками, чтобы просто не было скучно. Я не знал, зачем можно забить, поэтому забил ее всем подряд. Сейчас. Я в душе не ебую, что это. Я вообще не помню, как я это делал. Что это, нахуй? Сейчас я разморожу и посмотрю, потому что... Интересно. И что-то очень сюрприз. А-а-а! Я пиздил пресеты. Все, я не буду ничего разморожать. Пизженные пресеты. Мужц. Ну, которые просто потом разрастаются. Ну, плюс... Шум серуми, который... Который еще удаляется. Как раз тот плагин, про который я тебе рассказывал. Типа, эквализатор, который... Ага. У него графика прикольная, этот плагин. Угу. А, слушай. Я предупреждал, как ты едешь. Ну, а шум, шум же, да? Да, да, шум такой же, как ты юзал. Ага, ага. Вот. Бля, прикольно придумал. Я вообще, нахуй, забыл про это. Угу. Ну, дальше мы уже просто с помощью этого плага ускоряя его и, подводя под нужную ноту, переходим к Warzone. Я надеюсь, что я ничего не пропустил. Ну, по-моему, ничего не пропустил. Поэтому, если есть какие-то вопросы, то спрашиваю ваши ответы. Мне, мне, мне маленько неловко, потому что я, мне при, там, первых прослушиваниях казалось, что крики, они как раз такие вот, короче, то, что мне казалось крики, на самом деле, это была гитара плюс вокал женский. А-а-а, забавно. Ну, кстати, здесь нету женского вокала. Ну, вот, ну, нет, вот то, что я говорю про самое начало. А-а-а. То есть, самое начало, где вот гитара шла, мне казалось, что это обработанный крик. Прикольно. Потому что у него есть какой-то вот такой комбик, он дает ему какую-то такую окраску, что-то похожее на вокальное даже. И, на самом деле, даже вот ты потом показывал обработку крика с перегрузом, в принципе, что-то похожее есть. У меня вот такие сразу вышли ассоциации. Ну, да, я понимаю, о чем ты. Вот, и мне поэтому казалось, что вот это было а-а-а-а-а-а. Я думал, что это крик, типа, был, что-то отпичченный был. Интересно. Ты теперь понял, о чем заговорил. Нет, прикольно, прикольно. Мне понравилось. Отлично, я рад, что тебе было интересно. Надеюсь, может, найдешь что-нибудь для себя, что ты сможешь подчеркнуть. Сколько интересно у нас заняло разбор трека. Всего каких-то 40 минут. Да. Хуйня, как же хочешь спать. Чего? И, короче, если есть что-то спросить, то спрашивай. Если нет ничего спросить, то я тебя отпускаю и себя отпускаю спать. Да, вроде бы ничего такого. Все, все, все расписал, в принципе, все, что нужно. Ну, у нас еще и Шепард есть. Просто с фильтром. Более такой глухой сейчас. Блин, типа. А, он не запеченный. Он запеченный. А, на октаву, да? Он и запеченный, да, на октаву и с фильтром. Потому что он звучит вот в этой мощной башеной части. Вот, и мне не нужно было, чтобы он сильно выпирал. Ну, при этом, чтобы все равно вот этот эффект постоянного взлета был. Вот так вот. Здесь просто MIDI, которые являются ретрансляторами, транспондерами. Я не знаю, как это правильно назвать. Или MIDI-сигнала для сайдчейна. Ну, как я, демоказывал, в этом тряпочке. Ага. Вот. Ну, что, собственно...